Добрый вечер, это Оствест, независимый телеканал из Берлина, и вы смотрите новости. Сегодня вторник, 5 июля, меня зовут Валерия Добральская. Прямо сейчас на ваших экранах в левом верхнем углу появится QR-код. Если навести на него камеру вашего смартфона, то телефон автоматически покажет вам, как можно помочь нам. И от лица всей команды я говорю спасибо всем тем, кто это уже сделал. Подпишитесь на Оствест в инстаграме, фейсбуке и ютюбе, и мы будем чаще встречаться. В саксонском городке Дипольдисвальде ради экономии уже отключают горячую воду. А некоторые немецкие политики призывают все-таки запустить Северный поток-2. Отделения немецких больниц закрываются, потому что сотрудники болеют короной и некому лечить пациентов. Владимир Зеленский предлагает начать восстанавливать Украину, не дожидаясь конца войны. Что прописано в большом плане маршала для Украины на 750 миллиардов долларов. Подпишитесь на Оствест в инстаграме, фейсбуке и ютюбе, и мы будем чаще встречаться. Министр иностранных дел в Финляндии Пека Хаависта и Швеция Ан Линда и послы 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении этих двух скандинавских стран в Североатлантический альянс. Церемония прошла сегодня утром в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Это исторический день для Швеции и Финляндии. После подписания протокола Швеция и Финляндия получат статус приглашенных членов НАТО. Мы чрезвычайно благодарны за эту мощную поддержку, которую получили со стороны союзников, за поддержку отраженных деклараций Мадридского саммита на прошлой неделе. Сегодняшнее подписание станет подтверждением этой поддержки. Подписание сегодняшних протоколов – важный шаг на нашем пути к полноправному членству в НАТО. Двери НАТО остаются открытыми для европейских демократий, которые готовы и хотят внести свой вклад в нашу общую безопасность. Это хороший день как для Финляндии и Швеции, так и для НАТО. С 32 странами-участницами за столом переговоров мы станем еще сильнее, а наши жители будут в еще большей безопасности перед лицом крупнейшего за последние десятилетия кризиса безопасности. Но какой ценой Финляндии и Швеции достанется членство в НАТО? После нескольких недель блокады Турция неожиданно отказалась от своих возражений против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Что произошло? В преддверии саммита НАТО, он состоялся неделю назад, 28 июня, страны подписали совместный меморандум, в котором Анкара обязуется поддерживать Стокгольм и Хельсинки на пути в НАТО. В ответ скандинавские страны пообещали удовлетворить требования Турции и, во-первых, выдать членов рабочей партии Курдистана, которая внесла значительный вклад в борьбу с террористической организацией ИГИЛ на территории Сирии, а в Турции считается террористической. Во-вторых, выдать участников движения Фитулаха Гюлена, которого Турция обвиняет в том, что в 2016 году он пытался устроить государственный переворот. И, в-третьих, снять эмбарга на поставки оружия Турции, введенное в 2019 году, в ответ на ее вмешательство в военную ситуацию в Сирии. Кстати, сразу после саммита НАТО глава МИД Турции Мивлют Чавушулу заявил, что ожидает в ближайшее время от США решения о поставках в страну партии из 40 модернизированных истребителей F-16. Жилищный кооператив в Диполь-Дисвальде, это федеральная земля Саксония, из-за резко возросших цен на электроэнергию сократил подачу горячей воды. На своей страничке в Фейсбуке арендодатель, одна из самых крупных жилищных компаний в регионе, сообщает, что теперь в домах кооператива горячая вода из крана будет течь только три раза в день. Утром с 4 до 8 утра, в полдень с 11 до часу и вечером с 5 до 9. А по выходным жители смогут наслаждаться горячей водой на целый час дольше, с 4 и до 9 вечера. В остальное время у них в квартирах будет только холодная вода. Кроме того, отопление не будут включать до сентября. Кооператив, вероятно, одно из первых предприятий в стране, отреагировавшее таким образом на резкий скачок цен. Речь идет не о том, что мы хотим позлить жильцов, а о том, чтобы приспособиться к ситуации. Ведь в противном случае мы просто не сможем заплатить за тепло в будущем году. Мы хотим помочь жильцам немного сократить расходы, чтобы они благополучно пережили этот кризис. По словам Кюна Майзенгайра, кооператив, которому принадлежит около 600 квартир в апреле, уже удвоил два для своих арендодаторов сумму авансовых платежей за свет и отопление. А еще глава кооператива пишет, что жильцы с пониманием отнеслись к сокращению подачи горячей воды. Правда, комментарии под объявлением в Facebook говорят скорее об обратном. Кто-то называет такой шаг вторжением в частную жизнь и требует отставки руководства. А кто-то вспоминает людей, нуждающихся в уходе, семьи с маленькими детьми и работающих посменно. И как же они тоже должны мыться только в эти предназначенные часы? Ассоциация квартир съемщиков в Саксонии тоже относится к ограничению подачи горячей воды более чем критически. Пресс-секретарь ассоциации Флориан Бау подчеркивает, домовладелец не может в одностороннем порядке принять решение о отключении горячей воды. Перебой с горячей водой – это дефект, из-за него жильцы получают право снизить арендную плату. В любом случае у жильцов есть право на горячую воду. Правда, в ассоциации квартир съемщиков признают, что и арендодатели тоже сталкиваются с трудностями из-за подскочивших цен на газ и электричество. Они должны платить поставщикам электроэнергии авансом и получают свои деньги обратно только после ежегодного перерасчета. Это обычно происходит в конце лета или осенью. И если к тому моменту арендаторы оказываются неплатежеспособны, никто арендодателям расходы не возместит. Надо сказать, что когда эту новость со ссылкой на газету Bild опубликовали в твиттере российское издание газета.ru, комментарии российских пользователей были сплошь такие. И я цитирую. Вас в Германии читают. Зачем вы об этом пишете? Или это мед на раны наших домохозяйств? Ага, отопление в Берлине, но сейчас же плюс 26. Немцы переходят на отопление валежником и кизяком. Или, например, да, у немцев хоть туалет в помещение, а нам и так воду на две недели летом всегда отрубают. И все же, правящий мэр Берлина Франциско Гифа из партии СДПГ тоже призывает жителей Берлина экономить электроэнергию везде, где это только возможно. Правда, никаких отключений света или горячей воды она жителям города не грозит. Просто просит выключать свет в комнатах, в которых нет людей, и не оставлять отопление на максимальном уровне, когда никого нет дома. На фоне растущих цен и возможной остановки поставок газа по Северному потоку-1 известный немецкий политик Оскар Лафонтен призывает запустить газопровод Северный поток-2. В своем посте в социальной сети Facebook 78-летний мужчина, который в ходе первых выборов после объединения Германии был кандидатом на пост канцлера, пишет, что экономические санкции против России основаны на моральном лицемерии. Я больше не могу слушать нытье Штайнмайера, Шольца и других о социальных потрясениях, которые произойдут, если цена на газ вырастет в три раза. Если энергию возможно получать только от государств, которые ведут войны и нарушают международное право, таких как США, Саудовская Аравия, Катар или Россия, то следует предпочесть того поставщика, у которого самые лучшие и дешевые товары. А это Россия. К этому Ла Фонтен добавил, что если думать о собственном населении, то есть только один путь, чтобы преодолеть кризис, связанный с ростом цен на энергоносители, и это именно запуск Северного потока-2. А сейчас, по его мнению, Германия слишком много слушает США. В мае 2022 года Оскар Ла Фонтен выступил против поставок германского вооружения в Украину. Он обвиняет зеленых в разжигании войны и в слепоте по отношению к военным преступлениям США, а Роберта Хабека лично в обнищении немцев и ослаблении немецкой экономики. Позиции, которые он представляет, зачастую находят поддержку, особенно на востоке Германии, но не только там. Примечательно, что будучи главой левых, Ла Фонтен часто подвергался критике за любовь к дорогим автомобилям. Он всегда ездил на Порше без водителя. И вообще за свою приверженность жизни на широкую ногу. Его политику даже называли Порше-коммунизмус. С 2014 года Ла Фонтен состоит в своем четвертом браке с Сарой Вагенгнехт, которая тоже, несмотря на войну, выступает за сближение с Россией, а в преддверии нападения убеждала, что войны вообще не будет. Стоит добавить, что некоторое время назад Оскар Ла Фонтен объявил о своем уходе из политики, а Сара Вагенгнехт на недавнем съезде партии Левой, безусловно, пыталась добиться принятия коммуникея о том, что в войне в Украине ответственность несет также и НАТО. Но партия приняла решение, что соответственно сейчас только Россия. По всей Германии больницы сообщают о том, что вынуждены временно закрывать отделение из-за нехватки медицинского персонала, который, в свою очередь, болеет коронавирусом. Глава Федерации больниц Германии Геральт Гасс говорит о том, что особое беспокойство доставляет то, что порой закрывать приходится даже приемные покои, и осенью ситуация может ухудшиться. То есть сейчас главная проблема не в том, что в больницах или отделениях интенсивной терапии может не хватить мест для пациентов с коронавирусом, что было основным опасением в начале пандемии, а в том, что из-за массовой нехватки медицинского персонала пациентов будет просто некому лечить. В минувшие выходные малозамеченным прошло сообщение о том, что теперь немецкая медицина и медицинская бюрократия официально признают существование поствакцинационного синдрома. Даже федеральный министр здравоохранения Карл Лаутербах был вынужден признать его существование. Долгое время он представлял позицию, что у вакцин от коронавируса нет существенных побочных эффектов. В редких случаях пост-вакциндром проявляется у людей после вакцинации от коронавируса, и по симптомам он очень похож на лонг-ковид. Заболевшие жалуются на головные боли, мигрени, головокружение, тошноту, проблемы с сердечно-сосудистой системой и расстройство двигательного аппарата. По словам доктора Бернхарда Шифера, главы отделения по исследованиям последствий вакцинации, В университетской клинике Марбурга страдают от пост-вакциндрома, вопреки прежним убеждениям, в основном молодые женщины, у которых может быть сопутствующий иммунологический дефект, или на момент вакцинации была острая инфекция. Первые результаты наших исследований показали, что в основном от пост-вакциндрома страдают молодые женщины, активно занимавшиеся спортом и профессиональной деятельностью, а после вакцинации испытывающие значительные ограничения в физической и умственной работоспособности. Европу ждут новые расходы. На международной конференции в Луган сегодня договорились об основных принципах восстановления Украины после войны. В завершение двухдневного форума лидеры почти 40 стран подписали декларацию, в которой обещают помочь Украине на пути восстановления экономики. Это будет стоить более 700 миллиардов евро. Мы понимаем, что это очень большие деньги, но мы понимаем, что часть из них будет компенсирована из конфискованных российских активов. Они должны быть конфискованы и переданы Украине. Но часть из этих денег мы возьмем из нашего бюджета. Часть дадут наши партнеры, а еще часть будет инвестирована бизнесом, потому что восстановление всегда связано с бизнесом. Финансированные партнеры и другие деньги будут инвестированы в бизнесе, потому что восстановление всегда связано с бизнесом. Представленный в Лугана план восстановления Украины состоит из 15 программ в разных секторах экономики и общественной жизни. Каждая содержит ряд ключевых проектов, начинать реализовывать которые нужно уже в 2022 году. Время реализации – 10 лет. Названная Денисом Шмыгалем сумма в 750 миллиардов евро, которую еще необходимо привлечь, не включает инвестиции в оборону и безопасность государства. Среди 15 программ самыми дорогими являются программы по обеспечению энергетической безопасности. На них планируется потратить 130 долларов, 130 миллиардов долларов. Программа по улучшению логистики и сообщения – это 120-160 миллиардов долларов. И программа модернизации регионов и жилищного строительства – это еще порядка 150-250 миллиардов долларов. Давайте посмотрим на эти программы детально. В рамках программы по энергетической безопасности планируется построить несколько новых гидроэлектростанций и электростанций на возобновляемых источниках энергии, достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС и модернизировать другие АЭС, а также построить инфраструктуру для производства зеленого водорода. Я напомню, что совсем недавно Украина стала экспортировать электроэнергию в Евросоюз, а именно в Румынию, и предполагается, что интеграция Украины в энергосеть ЕС продолжится. В рамках программы по логистике предполагается диверсифицировать пути экспорта из Украины и восстановить разрушенную инфраструктуру. В частности, запланировано строительство 200 километров железнодорожного пути европейского образца и приграничных агрохранилищ и терминалов, а также трех новых автомобильных пунктов пропуска в ЕС. В рамках программы модернизации регионов планируется строительство новых и ремонт поврежденных домов. Будет проведена модернизация систем водоснабжения, водоотвода и отопления. Подробнее ознакомиться с этим планом маршала для Украины и узнать подробности про все его пункты вы можете на нашем сайте ostwest.tv. Ссылку мы оставим в описании к этому выпуску. План восстановления Украины рассчитан на 10 лет. Его будут реализовывать в три этапа, и первый должен начаться в ближайшее время, однако только после завершения военных действий. На этом настаивает премьер-министр Денис Шмыгаль, и в этом он расходится с президентом Владимиром Зеленским. В своем обращении к участникам конгресса президент Украины говорил о том, что, цитата, «Когда говорят об восстановлении, часто некорректно расставляют акценты. Это не только то, что мы должны сделать после нашей победы или в последующие годы, но и то, что нужно делать уже прямо сейчас». «Мы можем начать восстанавливать инфраструктуру, школы, больницы в тех регионах, которые сейчас обстреливают ракетами и бомбами. Мы будем восстанавливать, а они снова будут разрушать. Это будет бесконечный процесс. Поэтому мы должны дождаться окончания военных действий и лишь потом начать это быстрое восстановление». Однако есть один проект, который власти хотят реализовать уже в этом году. Это масштабное разминирование 5% территории страны. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсель заявила изданию Washington Post, что покинула страну из-за угроз. Репортер издания сделала запрос на интервью с Кнайсель. Экс-министр ответила, что не дает комментарии СМИ и эмигрировала из Австрии из-за угроз в свой адрес. Кнайсель известна тем, что на своей свадьбе в 2018 году она танцевала с Владимиром Путиным. В 2019 году она покинула должность главы МИДа, после чего вошла в состав Совета директоров Роснефти. В мае 2022 года она ушла со своего поста в российской компании. Вас пугает немецкая инфляция в 8%? Тогда это новость для вас, а также для тех, кто собирается в отпуск в Анталью. В июне годовой уровень инфляции в Турции достиг почти 80%. Это самый высокий уровень за последние два десятилетия. По сравнению с июнем прошлого года потребительские цены выросли на 78,6%. Это вызвано резким ростом стоимости продуктов питания и напитков, но в основном, конечно, подорожанием топлива, а, соответственно, и транспортных расходов. Экономика Турции, как и другие экономики, страдает от последствий ковида и войны в Украине. Однако ситуацию в стране сильно усугубляет неконвенциональная экономическая политика президента. Риджеф Таип Эрдоган. Именно эта политика привела к обвалу национальной валюты лиры. В сентябре 2021 года Эрдоган отступил от общепринятых правил экономики и дал Центральному банку распоряжение снижать процентные ставки по мере роста цен, а не повышать их. Большинство центральных банков мира поступило бы прямо наоборот, а именно повысило стоимость на кредиты, чтобы охладить спрос, уменьшить количество валюты на рынке и, в конце концов, усмирить инфляцию. Однако то, что пагубно для турок, играет на руку туристам. Низкий курс лиры сделал Турцию самым привлекательным туристическим направлением для немцев с точки зрения покупательной способности. По данным журнала Focus, на один немецкий евро в Турции можно купить столько же товаров, сколько в Германии на 2 евро и 80 центов. Так что это хорошее время для отпуска, но и для покупки недвижимости в Турции тоже. Украинка Марина Визовская наряду с тремя другими лауреатами получила Филсовскую премию. Это престижная награда по математике, которая в научном мире считается эквивалентом Нобелевской премии. А та, я напоминаю, математикам не вручается. АПЛОДИСМЕНТЫ 37-летняя уроженка Киева, профессор математики в Политехнической школе Лозана в Швейцарии. Была удостоена медали Филса за решение задач об упаковке шаров в многомерных пространствах. Вот так вот. Да, конечно, война в Украине сильно влияет на меня, потому что мои родные и мои сестры живут в Киеве, в Украине. И я тоже выросла и жила там до 20 лет. Так что те люди, которых я знаю дольше всех и которых я люблю больше всех, живут в Украине. Я очень беспокоюсь за них. Кроме того, Украина моя родная страна, и видеть, как она разрушается, сколько людей погибло, конечно, все это очень тяжело. Церемония награждения прошла в Хельсинки. Изначально мероприятие планировали провести в Санкт-Петербурге, и открывать его должен был президент России Владимир Путин. Но после российского вторжения в Украину церемонию перенесли. Марина Визовская стала второй женщиной, получившей Филсовскую премию. До нее этой премии удостаивалась только Мириам Мирзахани из Ирана. Уже завтра берлинские дети принесут домой табели с оценками. А родители наконец-то облегченно выдохнут. Учебный год закончен, начались летние каникулы. Больше не нужно контролировать выполнение домашних заданий и рано просыпаться по будням. Школьный психолог и глава объединения школьных психологов Берлина советуют родителям завтра расслабиться, даже если оценки, которые они увидят в табеле, не оправдают их ожиданий. Главный берлинский психолог, главный берлинский школьный психолог описывает состояние детей, которые приходят к нему за несколько дней до получения оценок и делятся своими переживаниями. Они боятся не только, что их могут отругать родители. Они и сами искренне считают, что тройка по математике или немецкому может разрушить их будущее. Поэтому эксперт советует расслабиться и в любом случае совместно отпраздновать окончание учебного года походом в кафе или маленьким подарком. А оценки можно исправить и в следующем году. Подпишитесь на Остфест в Инстаграме, Фейсбуке и Ютьюбе и мы будем чаще встречаться.